В прямом эфире репортеры новости. В студии для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Сегодня днем родители пострадавших детей из ансамбля Адель, который в роковую ночь 16 сентября находился в лагере Виктория, пикетировали областную прокуратуру. Родители возмущены вчерашним решением Приморского райсуда отпустить директора лагеря Петроса Саркисяна под залог в 128 тысяч гривен, которые вынесли без их ведомов. Мы возмущены тем, что человека, который своими действиями по управлению лагеря, в принципе, на наш взгляд, на мой личный взгляд, виновен в смерти детей, могут отпустить. Мы боимся, что он может сбежать. Мы боимся, что он может влиять каким-либо образом на ход следствия. Как минимум, все родители боятся за своих детей. Мы не знаем, какие у него могут быть действия. Инициативную группу родителей лично принял прокурор области, который сообщил, что уже завтра прокуратура подаст апелляционную жалобу, считая вынесенное решение незаконным. Я могу сказать, что это решение незаконным. Потому что суд не может при продолжении термина изменивать умовы запобежного захода. Поэтому мы абсолютно уверены, что полиционная инстанция вказанное решение скасует и повернет ту самую меру запобежного захода, как была. У нас будет только такая позиция. Опасения родителей в том, что Петро Саркисян может скрыться от следствия, прокуратура разделяет и в этом случае готова немедленно объявить его в розыск. Тем временем родители захотели лично пообщаться с судьей Приморского суда Виктором Попревичем, который отпустил директора под залог. Однако застать судью на рабочем месте не удалось. Свою попытку родители пообещали повторить уже в скором времени. Сегодня на улице Львовская группа людей ворвалась на строительство. Они сломали заборы, повредили коттеджи, которые там строят. Свои действия они объяснили тем, что у застройщика якобы нет необходимого пакета документов. Главная претензия – это стройка без каких-либо документов. То есть у человека есть только гусак на землю, но декларации, места будильных умов, ничего нет. Еще есть у него 5 объектов, и все строятся одинаково. В свою очередь застройщик заверил, что сейчас он оформляет документы, которых не хватает для строительства. Земля, на которой строят коттеджи, его частная собственность. По его словам, это уже не первый случай, когда на стройку приходят активисты. Как в 90-х годах, группа в составе где-то 30 человек с кувалдами, с топорами налетела на мою частную собственность и начала громить. Они начали представляться какими-то общественниками. Так получилось, я начал строить без документов. Я согласно административного кодекса понес административную ответственность. Комиссия ГАЗ ко мне выписала штраф. И я теперь сейчас в стадии оформления хочу все оформить, чтобы было все по закону. В Одессе женщину и мужчину нашли мертвыми в собственном доме. Следов насильственной смерти не выявили. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом. Правоохранители от комментариев отказались, так как речь, по их словам, идет о несчастном случае. Погибшие не работали. Женщине было 54, а ее сожителю 34 года. Губернатор Одесской области Максим Степанов, как и обещал на аппаратном совещании, встретился с юными гимнастами и их родителями. Зал, где тренируются дети и нуждаются в ремонте. Руководство области готово выделить деньги на эти работы. А вот удалось ли решить проблему, узнаем прямо сейчас у корреспондента, репортера Дмитрия Богомолова. Дима, привет. Как прошла встреча губернатора со спортсменами? Что удалось решить? Здравствуйте. Встреча между губернатором, родителями, тренерами и руководством 10-й спортивной школы уже завершилась. Напомним, договор между городским спортивным управлением и Министерством обороны об аренде зала на сельскохозяйственном переулке завершается 30 ноября. После чего, по словам администрации стадиона, зал будет опечатан. Родители собственными силами провели визуальный осмотр крыши и заверяют, что достаточно будет косметического, а не капитального ремонта. Средства для соответствующих работ пообещал найти губернатор Одесской области Максим Степанов. Это будут спонсорские деньги. Как временный вариант, родители нашли помещение для тренировочного процесса в Киевском районе на Маршала Жукова. Территория этого 400 квадратных метров. Соответствующая аренда, договор об аренде будет заключен между городским спортивным управлением. После ремонта зала на сельскохозяйственном переулке спортсмены смогут вернуть в этот зал только при условии продлении договора аренды между Министерством обороны и городским спортивным управлением. Но соответствующее разрешение якобы Министерство обороны готовы дать. В то же время губернатор пообещал родителям, что в следующем году будет инициирован проект по строительству объекта для спортивной гимнастики, для художественной гимнастики и прыжков на батуте. Территорию для этого нашли уже на базе стадиона «Динамо» на французском бульваре. Будем следить, как будет развиваться ситуация дальше. Спасибо, Дмитрий. И я напомню, что на прямой связи со студией был корреспондент репортера Дмитрий Богомолов, который присутствовал на встрече спортивных гимнастов с губернатором Одесской области. Сегодня спасатели провели занятие по эвакуации для воспитанников молодой гвардии. Таким образом, пожарные проверили уровень подготовки персонала лагеря в случае возникновения внештатной ситуации. Полина Корюк продолжит. По легенде, в одном из корпусов лагеря произошло возгорание. Главный воспитатель сообщил об этом вожатым, и те начали эвакуацию всех детей. После того, как все вышли, вожатые провели перекличку. Сами дети сообщают, как вести себя во время пожара, им рассказали еще в начале смены. Знаю, что не нужно спешить никуда, потому что можно споткнуться и сбить другого человека. И пойдет цепочка, начнется паника, и все будут просто в панике, и может сгореть. Я думаю, первое, сохранять свою спокойность. Второе, прислушиваться к вожатым. И, ну, даже не знаю, и выбегать. Мы всегда в начале первых дней здесь проводим беседы по поводу того, что такие ситуации могут возникнуть. И они были как бы подготовлены, они были организованы. Они изначально знали, что делать, какая бы ситуация ни возникла. Они очень организованно собрались, вышли. Мы вышли самые первые практически, у нас не возникло никаких проблем. По задумке, в корпусе «Березка» на балконе второго этажа остались заблокированы двое людей. Их спасали с помощью пожарной лестницы. Такие занятия проводятся для того, чтобы, в первую очередь, дети и работники отработали навыки в экстремальных, то есть на випадок пожежи, чтобы не было паніки, и каждый понимал свои действия, и что они делали. Я считаю, что занятия прошли на высоком уровне, потому что дети эвакуированы были быстро. То есть, в первую очередь, хорошая оценка вожатым и администрации в детском центре. После успешной эвакуации с детьми поговорили о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Руководство молодой гвардии уверяет, регулярно проводят профилактические беседы касательно пожарной безопасности. Мы стараемся этими тренированиями научить своих фаховцев, работников педагогических служб, технических служб, которые работают с детьми, быстро реагировать, и, знаете, так, за алгоритмами реагировать на надзвичайные ситуации. И я уверен, что лучше научиться и действовать схемно, действовать автоматически, чем паниковать. Полина Корюк, Юрий Шенкаренко, телеканал Репортер. С 2020 года на противооползневое мероприятие Черноморск уже потратил 39 миллионов гривен. В частности, в этом году Горсовет выделил 24 миллиона. В городе проводятся берегоукрепительные работы по проекту инженера Владимира Кузнецова. Однако разрушения домов продолжаются как на улице Морской, застроенной коттеджами, так и на Приморской. В Одессе создали коалицию общественных организаций, которая будет работать над реанимационным пакетом реформ. Именно так активисты назвали совокупность инициатив, которую со временем они и презентуют одесситам и городской власти. В коалицию вошли комитет избирателей, Зеленый лист, Автомайдан, антикоррупционный офис и другие организации. Мы надеемся, что наше объединение продолжит историю тех объединений, которые были успешными и принесет существенную пользу, внесет существенный вклад в развитие нашего замечательного города. Там методологическая база, которая формируется вокруг закона доступа до публичной информации, закона Украины про державные целевые программы и так далее. Она позволяет каждому из членов гражданского общества вовлекаться и в том числе в процессы законотворчества. И поэтому именно вовлечение профильных специалистов позволяет действовать наиболее эффективно. В Одессе прошла всеукраинская конференция с участием представителей крюинговых компаний. Цель форума – выявление проблемы рисков, с которыми сталкиваются украинские моряки при трудоустройстве. Так, основной проблемой являются неквалифицированные кадры. Большая часть моряков не имеет профессиональный опыт и качественную подготовку. Результат – высокий процент безработицы среди моряков. Поскольку мы поставляем моряков на международный рынок труда, они должны отвечать определенным требованиям конвенционным. А у нас эти требования не выполняются. И в связи с тем, что государство практически ничего не делает для этого сектора, а социальная обстановка в стране совсем опустилась ниже плинтуса, как говорят, возникли риски покупки документов. И в результате неквалифицированные люди попадают на международный рынок труда, получают там негативную оценку, и стоимость украинского моряка на международном рынке стала веско снижаться. По завершению конференции участники форума составили ряд резолюций к различным министерствам. Цель – обращение и предотвращение выдачи нелегальных документов и усовершенствование контроля по выпуску квалифицированных кадров. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя.